всем привет дорогие друзья сегодня у меня на обзоре новиночка от отечественного ножевого бренда кастомной factory проект evolution 3 3 говорит о том что это его третья генерация третий размер третий выпуск для тех кто не знает это не страйдер это нож по дизайну ротона он же джон соренсон это американский knife maker причем он такой один из наиболее сейчас востребованных один из наиболее дорогих в америке собственно это вот такие вот тяпочки культяпочки которые уже делаются в третий раз было сначала первая версия она была еще больше у нее был немножко другой клин затем было его 2 у меня есть такая и по сей день и это на мой взгляд один из самых крутейших ножей выпущенных кастомной factory и вот сейчас у меня в руках третья версия сравнить в размерах 1 2 3 у меня нету возможности я могу только сравнить как выглядит тройка по сравнению с двойкой у третьей версии целых пять вариаций рабочий крестьянская просто серенькая с сатином есть вот такая вот как у меня здесь сми картовой вставкой есть с черной рукояткой со светлым клеем с колечком есть крутая версия вся в dlc просто черная супер круто выглядит но очень маркая и такая типа ну не знаю наверное это half dress потому что там крутой домастил на клинке тимаскусовая или там циркутишная накладка на одну из сторон а вторая сторона все равно сделаны из титана вот поэтому наверно half dress ну половина полу одетый скажем так комплектация обычная чехольчик внутри у нас нож внутри у нас zip здесь теперь запасная пара подшипников сухарик винты подложки даже шпинки обратите внимание и собственно все что вам понадобится запасная банка все кроме клипсы раньше когда-то еще были клипсы карточка подписанная да тут собственно когда этот нож был выпущен теперь добавляется вот такой вот брелочек кастомной factory целая куча наклеек и еще вот такой вот магнитик в принципе все нож интересный и это безусловно резачок и у него просто какой-то сумасшедший клац и механикой поэтому когда вы его отжимаете нужно быть крайне осторожным чтобы не остаться без пальцев но короче не получается клин тяжелый и бьет по ногтю это нужно помнить нож на обзор предоставлен непосредственно самим производителем за что им большое спасибо в россии купить эти ножи можно пристально наблюдая за сайтом магазина bestblaze.ru к сожалению на продукцию ckf мой промокод не распространяется и эти ножи возможно у вас еще будет купить возможность поскольку там наверняка будут чуть-чуть свободных поэтому следите за дропами подписывайтесь на их рассылку и тогда будете в курсе кстати у них есть чат там тоже очень свежая и актуальная информация давайте здесь поговорим о характеристиках для своих габаритов нож весит ну на самом деле немного 170 грамм при том что это дофига титана несмотря на вставки из me карты но все равно тут тебе и титановый бэкспейсер титановая клипса и титановая рука эти самое главное что еще и толстый клинок так вот длина рукояти 119 миллиметров 15 самом толстом месте обратить внимание что вставки из me карты они не вровень да они не утоплены они немножко выпирают это самое такое пухлое исполнение данного ножа в оси используется двухрядный подшипник мрбс у кастом на эффекте есть официальное разрешение дмитрия синкевича на использование таковых это сепаратор из бронзы и шарики там просто лежат никак не зафиксированный поэтому при разборке нужно быть очень аккуратными вот такая здоровая тяпочка именно такой вот резачок несмотря на свои габариты 97 миллиметров длины клинка 87 из них полезных потому что есть очень большой но очень удобный чоил и 5 миллиметров в обухе сталь м 390 заявленная твердость 60 61 единица с криво собственно вот здесь вот у нас подписано сталь и мой номер у меня номер 54 black wash на клинке чернение по рукояти и по клипсе сведение от 0 45 до 0 6 42 миллиметра ширины и 28 из них это сильно вогнутый спуск резать это штуковина будет супер и здесь на самом деле очень классно очень много внимания уделили фас очкам финишам что вот все как нужно микар то она еще когда под затрется она такая будет ваша индивидуальная собственно здесь у нас логотип к основной factory с обратной стороны логотип джонни соренсена и поскольку это со вставками то здесь нету его вот этих вот отверстий которые он использует для центровки упорных бонок собственно фасочки и в отверстие удобно открывается как спайди фликом и указательным пальцем и средним пальцем и точно также удобно открывается вот как обычно большим клипса клипса никуда не представляется широкая и на кармане нож несмотря на свои габариты располагается очень комфортно ну и для того чтобы вы понимали габариты данного ножа я предлагаю сравнить его с другими известными ножами ну 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 и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что все равно происходит перекос конструкции, лучше изготовить какие-нибудь шайбы отдельные. Ось пятнашка, очень легко откручивается. Это мне очень нравится. Тогда и винты целые, и уже там каждый дальше сам решает. Надо ему что-то больше затягивать, не надо. В общем, здравое решение. Центровка не сбивается. А вот эти винты затянуты прям хорошечно. Стяжные все десяточка. Вот главная опасность разбора таких подшипников. Это нужно будет это все потом аккуратно обратно сложить. Прибернем к помощи пинцета и шила. Так, значит, смотрите, сколько классных облегчений. Все, что можно было здесь убрать, все убрали. Очень мощная упорная бонка, хоть и полая. Подложечки, все понятно. Здесь в клинке посадочные сделаны. Ух, смотрите, какой просто шикарный, здоровенный бэкспейсер тоже с облегчениями. Ничего лишнего. Здесь лишний кусок титана не оставили. Посмотрите, фасочки. Внутри фасочки. Так, вот сейчас аккуратно надо сделать. Вообще, лучше это, как знаете, как часовщики делают. Лучше разбирать вот такие вот ножи на этих. Выкладывать ткань. Так, вот такой вот у нас здоровенный осевой. Вот так вот у нас выглядит подшипник МРБС. Вот здесь у нас присутствует надпись о том, что это МРБС. Сухарик каленый, тоже из этой же стали. Шарик детента керамика. Есть у нас, как это и положено, овертревел, который предотвращает излишнее отгибание. И, собственно, вот такой вот клинок. Очень клевый. Блин, главное шары не вырвать. Вот так это выглядит. Они здесь просто вот вставлены. Даже палец убираешь, и они к нему прилипают. Надо с этим быть очень аккуратным. В общем, все ровно так же, как и на прошлой ЭВЭ, только теперь новый подшипник МРБС. Продумано очень все классно, и вот больше всего радует, что весь лишний металл был убран. И что классно, это нож, который не просто вот красивый, не просто дизайнерский, а он вполне себе может использоваться в повседневной жизни для нарезки, порезки, всего остального. Потому что геометрия для нарезки, смотрите, просто отличная. Очень вогнутые спуски, адекватная для таких габаритов сведения. И пусть вас не пугает обувь в 5 мм, продукты он режет просто отлично. Я, к сожалению, этого не делал, поскольку нож мне нужно вернуть, и мне нужно, чтобы он был в первозданном состоянии. Но вы можете посмотреть мой ролик про ЭВА-2. Это, в принципе, то же самое, только чуть другое по размеру, по всплывашке или из описания к видео. И вы увидите, насколько он круто режет. И строгать им тоже можно, если взять вот так вот поближе к Чойлу. Поэтому, если вы один из тех счастливчиков, которые встали на предзаказ еще год назад на эти ножи, то вам, я думаю, повезло. А для остальных придется попытать удачу посильнее для того, чтобы купить этот нож из-за свободных, когда раздадут всю основную партию. Вот такое сегодня видео. Все ссылочки в описании. Всем спасибо. Пока.